Йоу, всем привет! Сегодня я записываю видео на Е50 АУСФМ, которое я решил назвать незамысловатым, грамотный бой, часть 3. Все дело в том, что несколько боев на Е50М накопилось у меня, я сначала хотел их как бы соединить в один файл, как вы знаете, иногда делаю там два удачных боя, допустим. Записываю в один файл, а здесь их накопилось целых 5. Два из предыдущего патча и три уже в новом патче 9.15.1. И этот бой будет очень похож на грамотный бой 2, за тем исключением, что здесь я, во-первых, играю во взводе с минмашинцей и с тем самым Цезарем, который, помню, на стриме сказал, сейчас я вам покажу мастер-класс игры на батчате 9 уровня. И главное отличие, конечно же, от предыдущего боя, грамотный бой, часть 2, это наличие целых трех артиллерий. При наличии трех артиллерий ни в коем случае не едьте вот туда, куда Цезарь поехал, а едьте вот туда, куда поехал я. Вставайте вот за этот камушек, здесь вас арта обижать не будет. Вы можете, во-первых, сразу пострелять по вот таким вот усиленно фармящим джентльменам, во-первых. Во-вторых, вы можете выехать, сейчас там что-то по леопарду, выехать и дать пострелять по тяжам и по техам, которые поднимаются. Единственное, вы сейчас находитесь в перманентном засвете, как нетрудно догадаться. И, соответственно, не стоит пока выезжать, потому что вас сразу здесь несколько стволов зацелит ваш борт. Да, ну и Цезарь сделал сразу вывод из, ну, из, как бы, так сказать, неудачно сложившегося для него боя. Хочу сказать, на самом деле, что Цезарь отличный игрок. На ЛТ он даже мне даст фору, например. Ну, не то чтобы даже, не то чтобы я прям такой лютый был игрок на ЛТ, а вот Цезарь на ЛТ это магет. Но ошибаются все, не ошибаются только тот, кто ничего не делает. Главное отличие успешных игроков World of Tanks от неуспешных, это признание своих ошибок и их анализ. Вот вы знаете, например, я на стримах, когда играю, я могу сказать, вот здесь мне не повезло, здесь союзники плохие, плохо сыграли. А вот здесь я ошибся сам, я плохо сыграл. Периодически я это говорю и не вижу в этом ничего страшного. Наоборот, это помогает мне анализировать мои действия, ошибки. И неприятный момент начинается. Ну и, соответственно, договорюсь сейчас я быстренько. То, что Цезарь, я уверен, он сделает вывод из этого турбослива и больше он на эту позицию не поедет при трех артиллериях никогда. В отличие от обычного игрока, который скажет, что у меня арта сваншотила, фу, какашки. Но в следующий раз там пройдет пару дней и он снова на этой позиции окажется и снова на этой позиции получит. К сожалению, 62 откатился, было, но я снова его гуслю. Смотрите, интересная ситуация, я смотрю на мини-карту. Вот еще, например, что можно сделать. Можно получить от ИСа 4 или от 62. Я предпочитаю получить от 62 и убегать от ИСа 4. Ну, не этот раз еще предыдущий. Причем первый раз 62 по мне вообще не стрельнуло. Потная довольно-таки ситуация здесь была с этой 62 и ИСом 4, который с двух сторон меня зажали. Плюс еще третий из четыре, который какого-то художника забыл на верху, на центре карты. Под тремя артиллериями. И, как оказалось, мне там иногда еще можно накидывать. Смотрите, щечку. Щечку башни льву выцелил я. 140. Ну, не толкайся. А 140 ИСом стреляет в маску льву. Молодец. Все правильно делает. Вот, 140. Смотри, учись. Учись, студент. Тем не менее, три арты еще осталось, так что расслабляться рановато. Ой-ой-ой, вот он, этот ИС-4. Напоминает о себе. Помню, я здесь несколько негодовал. Добираю. А, нет, не добираю. Просто даю шот пану. Несмотря на то, что не видно корпуса, силуэта, я стреляю примерно, примерно в то место, где он есть. Иногда вот можно так делать и попадать. Если даже не видно силуэта танка, все равно сделать выстрел. Минмашину, по-моему, да, арта там забрала. И я думаю, думаю по ситуации, что делать. Два ИС-4, оно... Ага, еще и меня светит. Да блин, этот ИС-4 противный. Как он мне надоел. И смотрите, смотрите, что делают наши 140-е. Они упарываются за артой. Как они мне дорогие. Ну, а мне на этой позиции, к сожалению, пока сейчас сложно очень будет что-то сделать. Поэтому я решаю с этой позиции, с одной стороны, отступить, помочь нашему Центуриону. Но пока... Пока я об этом думал, Центурион уже скоропостижно закончился. А ИС-4-е-то на радость. На радость он уехал. Оставил эту позицию противную свою. И подставил задницу под три арты. Ну и, естественно, под мой суперточный немецкий ствол. И, естественно, ему сразу в каточек раз. В каточек с уроном. Без урона, ладно. А кто это сделал? И наши светляки, обратите внимание, вот этих двух джентльменов. Мне надо ИС-4-го, конечно же, добирать. Пока он бортом стоит, я добираю. И теперь пробую. Пробую сделать что-то с 49-кой. Во-первых, я захватываю на автоприцел. Я не заметил здесь полусражение, что у меня погиб еще и заряжающий. Я вижу, что радист... О, смотрите. На ручнике. Красава, дрифтанул. Но все равно не попал. Не заметил я, что у меня здесь, помимо радиста, еще заряжающий... Заряжающего контузило, поэтому я его не вылечил. Ну и здесь прям это... Потная такая перестрелка в последние минуты боя. Не грех было. И не заметить, что заряжающий-то у нас отдыхает. Здесь я хотел сделать эпичнейший прыжок. Почти у меня получится его сделать. Ну, сначала не прыжок, а сначала, смотрите... Смотрите, сначала неплохой такой выстрел. ИС-4. Пойман за ногу в прыжке. В прыжке пойман за ногу с уроном. Вот тебе ИС-4 за то, что ты и твой совзводный. А, ну не совзводный, ладно. Другой ИС-4 весьма меня дамажили. И смотрите, вот мой заряжающий меня подвел, к сожалению. Вот только сейчас я заметил. Я помню, что у меня нет заряжающего 12 секунд КД. А так бы я в прыжке мог бы перезарядиться и попробовать нанести еще один дамаг с У-4. Такой вот бой. Основной калибр, поддержка. Как играть на Утесе при трех артах во вражеской команде. И довольно-таки тяжелом в общем сетапе. Вот, надеюсь, этот бой вам понравился. Если это так, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Плюс загляните в описание к этому видео. Я туда скину ссылку на плейлист с другими двумя грамотными боями на Е50 АУС-ФМ. Четвертый и пятый. Которые я вам тоже рекомендую посмотреть. А первый и второй, я надеюсь, вы уже видели. А если нет, то самое время посмотреть и их. Вот. Теперь точно все. Всем спасибо за просмотр. Да, комментарии, конечно, не забывайте оставлять к этому видео. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Продолжение следует...